Дагестанская драма. В республике вынуждены были прекратить показ спектакля о событиях в Норд-Осте. Постановку под названием «В твоих руках» жители Махачкалы и глава республики посмотрели один раз. После этого показы прекратились. Официальные власти утверждают, что ничего не запрещали. Но автор пьесы уже покинула Дагестан. Не все в твоих руках. В этом убедился Александр Мастославский. Место встречи изменить нельзя. Где, как ни у театрального центра на Дубровке, обсуждать спектакль о спектакле. О том самом Норд-Осте. Постановка Натальи Пелевайн «В твоих руках» по мотивам трагедии на Дубровке, хоть и была увидена единицами, взбудоражила весь Дагестан. Мне в целом постановка не понравилась. Потому что, на мой взгляд, идет поэтизация, героизация террористов. Они выглядят уж очень одухотворенными. Президент республики Мухаалиев однозначно считает пьесу провокционной. Хотя и уверяет, спектакль не запрещал, авторов из республики не выгонял. Спектакль был отменен президентом Дагестана, господином Алиевым. Здесь другой правды, в общем-то, нет. Чтобы он не говорил, люди, которые осведомлены о происходящем в республике, мне посоветовали уехать немедленно. Мне напоминали о недавних убийствах дагестанских журналистов. Вот кадры дагестанской премьеры «В твоих руках». Это первая постановка спектакля в России. А в Лондоне он идет уже с 2006 года. Сюжет пьесы – история отношений журналистки, оказавшейся среди заложников в захваченном террористами театре и смертнице, которая неожиданно узнала в ней юношескую привязанность своего погибшего в Чечне брата. Некоторые из девушек, которые были здесь, были здесь в Норд-Осте, были из очень прозападных, совершенно даже не религиозных, и уже не говоря о том, что ни экстремистских семей, никаких таких влияний там не было до войны. И война, в общем-то, разрушила эти судьбы полностью. Актеры в камуфляже и с автоматами, актрисы в черных хиджабах живо инсценируют захват театра. В течение всего спектакля они перемещаются по рядам и стоят в проходах. А в зале для большей реалистичности время от времени гаснет свет. Мы посвящаем этот спектакль безвинно убиенным людям в террористских актах. Поэтому это как бы символ терроризма сегодня и борьба против этого терроризма. Марк Крозовский, театральный режиссер и очевидец Норд-Оста, говорит, что несмотря на свой опыт и авторитет, за постановку такой пьесы сегодня бы не взялся. Но не относит ее к запретным темам. Художник имеет право на свою версию и художник имеет право сказать всю правду. Может быть, даже ту часть правды, которая официозом утаивается. Несмотря на бурную и негативную реакцию дагестанских властей, рядовые зрители после спектакля аплодировали стоя со слезами на глазах. Среди них были и те, кто потерял в Норд-Осте самых близких людей. Подобные произведения, естественно, поддерживают и память, не дают забыть обществу, людям и властям о возможной опасности. Пока власти об этом помнят, значит, идет профилактика. И могут быть предотвращены новые теракты. Наталья Пеливайн живет в Лондоне с 12 лет, но родилась в Москве и пока до сих пор гражданка России. Напрочь отрицает обвинение в симпатии к террористам. Именно боль и сострадание к жертвам трагедии на Дубровке и заставил ее написать эту пьесу.